Всем привет! Меня зовут Дужников Александр. Я представляю партнерскую сеть MarketCall. Сегодняшний мой мастер-класс посвящен достаточно важному вопросу. Этот вопрос связан с брендовыми запросами. Тема моего доклада является, нужно ли рекомендователям запрещать брендовые запросы и при работе с партнерскими сетями. Для начала частенько общаюсь с рекламодателями при работе с нашей партнерской сетью и всегда я слышу от некоторых рекламодателей такой вопрос, не вопрос, а даже требование о том, что стоит запретить брендовые запросы и трафик на брендовые запросы. Давайте попробуем в сегодняшнем мастер-классе разобраться на эту тему, когда стоит действительно запрещать брендовые запросы, когда не стоит этого делать и я готов высказать свое мнение на этот счет. Для начала скажу тем, кто не знает Market Call, кто не знает нас. У нас афера представленная партнерской системе, часть аферов, большая часть связана с тематикой недвижимости, другая часть это автомобили, автомобильные бренды, официальные дилеры, ну и различные услуги. Поэтому мои тезисы на данный вопрос будут касаться именно этих аферов, но естественно мы коснемся и других тематик. Итак, что такое вообще брендовые запросы? Достаточно простой вопрос. Брендовым запросом является любой вид онлайн-рекламы, который использует ключевые слова, содержащие бренд товара, бренд компании и так далее. Как показано здесь на слайде, на примере Ламоды. Соответственно, кто вообще рекламируется по брендовым запросам? В первую очередь рекламируются конкуренты, потому что они хотят своровать клиентов данного владельца бренда и дальше их конвертировать уже на свой товар. Рекламируется для защиты сам собственно рекламодатель, защищает свой бренд, занимает допустим первое место в спецразмещении, таким образом большую часть трафика забирает на себя. Дальше могут рекламироваться даже подразделения одного бренда, например, как показано здесь на слайде, на примере Ауди, потому что есть бренд Ауди, есть куча различных дилерских центров, продающих автомобили этого бренда и они могут рекламироваться по названию других дилерских центров, таким образом забирая себе их клиентов. Ну и соответственно рекламируются по брендовым запросам естественно вебмастера партнерских систем, что конкретно мы сегодня и будем рассматривать, нужно ли запрещать этим вебмастерам рекламироваться по брендовым запросам. Чем руководствуются рекламодатели, вот на моем опыте общения с ними, какие возражения возникают со стороны рекламодателей, когда они запрещают брендовые запросы. Многие говорят, что мы против там воровства нашего трафика и вообще мы заплатили деньги за рекламу нашего бренда, значит этот трафик по брендовым запросам мы должны условно получать бесплатно. Следующее возражение это то, что некоторые рекламодатели считают, что они настолько уникальны, что клиент купит только у них, а у других конкретов вряд ли это будет делать. Такое в принципе возможно, если кроме этого рекламодателя больше этот товар не производит никто. Следующее возражение, которое возникает достаточно часто, мы слышим от многих крупных засрочков, типа наш сайт самый лучший, мы там конвертируем все сто процентов трафика и больше он никуда не уходит, а клиенты просто сливают деньги, когда рекламируются по нашим брендовым запросам. Ну и соответственно последнее возражение, которое мы слышим, это то, что рекламодатели против того, чтобы по их бренду разогревался аукцион в контекстной рекламе и увеличивалась стоимость клика. Давайте попробуем рассмотреть все эти возражения на примере тематики недвижимости и я попробую ответить на них и свое мнение высказать. Значит то, что касательно первого, касательно воровства трафика. С этим я абсолютно не согласен, потому что когда рекламодатель находится в выдаче, он как правило занимает первое место в SEO выдаче и естественно забирает первое место в спецразмещении. Таким образом, когда клиент ищет именно этого рекламодателя, он естественно его очень легко найдет и кликнет по его объявлению и зайдет на его сайт, перейдет на его сайт. Однако, как показывает карта CTR на данном слайде, мы видим, что есть CTR и у других объявлений, то есть люди кликают по другим объявлениям таким образом, это говорит о том, что их видимо либо не устроило предложение данного рекламодателя, либо просто им интересны и другие приложения, то есть реально уходят клиенты к другим приложениям. Здесь никакого воровства не происходит, просто видимо рекламодатель не смог удержать этого клиента и он пошел дальше искать нужный ему товар. Следующее возражение о том, что трафик, который идет по брендным запросам, рекламодатель считает, что принадлежит ему, что он за него ничего не должен платить. На самом деле это глубочайший миф, потому что, во-первых, как считает вообще сам рекламодатель, сколько ему обходится ключевое действие, но в данном случае, если мы говорим про наших рекламодателей, это сколько ему обходится звонок по брендовым запросам, берем бюджет какой-то, делим на количество звонков, получаем стоимость звонка. Это реальный пример одного из рекламодателей, который потратил 300 тысяч на контекст, получил 207 звонков, то есть ему уже сейчас обошелся по брендовым запросам звонок в 1100 рублей, то есть это уже явно не бесплатно. Однако и этот расчет неверный. Давайте посмотрим, как действительно надо считать стоимость звонка по брендовым запросам. В первую очередь, количество звонков 270 это общее количество звонков, нас же интересует количество звонков именно ключевых, то есть если человек позвонил 260 раз, это не говорит о том, что рекламодатель получил 207 звонков, он получил гораздо меньше. Поэтому нас интересуют ключевые звонки без учета повторных, без учета мусорных звонков, когда предлагаются какие-то услуги, либо просто эхо звонки от систем колл-трекинга, когда номер воспользовался раньше в других компаниях. Примерный процент составляет до 60 процентов, то есть в данном случае берем по максимуму 60 процентов ключевых звонков 162 звонка. Дальше, не учитывается в затратах почему-то маркетологами застройщиков комиссии агент, ведущего рекламную компанию. Как правило, она составляет примерно 15 процентов, то есть в данном случае 45 тысяч рублей, хотя естественно ни одно рекламное агентство вряд ли будет работать застройщиком за 45 тысяч рублей, поэтому либо эта цена будет выше, либо застройщик будет использовать собственный отдел арбитража, то есть там зарплата людей будет гораздо выше. Но мы здесь берем по минимуму 45 тысяч рублей. Дальше, колл-трекинг 5 процентов, это еще примерно 15 тысяч рублей. Ну и соответственно, для того, чтобы приземлять трафик куда-то, как правило, многие застройщики, как и в данном случае, делают определенные посадочные страницы, куда они приземляют трафик, и дальше эти посадочные страницы надо поддерживать. Менять информацию о них, добавлять какие-то фотографии, постоянно их поддерживать. То есть это людской труд, люди получают зарплату. Я здесь взял по минимуму, сколько это может обходиться, примерно 100 тысяч рублей в месяц, но в реальности эта цена может меняться, потому что есть еще такие затраты, как на рабочее место, на налоги и прочее, прочее, прочее. Ну и добавляем еще другие издержки различные, которые здесь не учтены. Примерно 30 тысяч я написал по минимуму, чтобы получить какую-то минимальную картину, во сколько реально обходится за звонок. Итак, сложив все эти затраты, разделив их на 162 целевых звонка, мы получаем, что стоимость звонка примерно 3000 рублей. Это по брендовым запросам. То есть совсем не бесплатный трафик получается. За этот трафик рекламодатель точно также платит деньги, примерно 3000 рублей за звонок, как в данном случае. А учитывая то, что этот объект эконом-класса, а в системе Market Call по объектам эконом-класса как раз, например, цена находится в этом ценовом сегменте, здесь получается, что у рекламодателя даже нет смысла отключать брендовые запросы, потому что он просто будет платить ту же самую стоимость просто другому контрагенту. При этом ему не надо заморачиваться делать различные лендинги и занимать их места в спецразмещении этими лендингами. Это все сделают вебмастера Market Call и, соответственно, рекламодатели просто перекроют кислород своим конкурентам. Следующий миф это о том, что некоторые застройщики говорят, что мы такие уникальные, что если человек хочет купить у меня товар, значит он купит только у меня. На самом деле это абсолютно неправда, потому что товаром застройщика является квартира, а квартира, как известно, вещь не уникальная. Если человек интересует в каком-то определенном районе квартиры, там может быть есть новостройка от одного застройщика, есть новостройка от другого застройщика. Я думаю, что сам бренд застройщика для человека будет играть уже наименее важную роль. Больше его будет интересовать цена, качество постройки и площадь и так далее. Бренд застройщика здесь уже не будет никакого отношения иметь. То же самое касательно авто тематики, потому что есть различные категории, различные бренды машин, которые схожи, например, Mercedes, BMW, Audi и человек может уже между ними решать, поэтому нет такого в данных тематиках, что человек именно приверженец этого бренда, и только я куплю здесь и больше нигде. Это бывает очень редко. Соответственно, дальше есть некоторые рекламодатели, которые считают, что наш сайт самый лучший, мы обрабатываем 100% трафика, никто другой столько трафика не обработает и все остальные конкуренты рекламируются, зря теряют деньги. Опять же полная чушь, потому что мало того, что как правило по нашей статистике сайты рекламодателей при сравнении с лендингами системе market call показывают конверсию примерно в 7 раз ниже, так практика показывает, если мы вобьем любой жилой комплекс в поисковой выдаче, мы видим, что по этим запросам рекламируются конкуренты. Они также считают затраты, и если они делают это, значит они понимают, что рекламируется по брендам этого застройщика для них выгодно, то есть они забирают его клиентов. Таким образом, данному бренду необходимо защищать свои позиции, иначе просто клиенты будут красить их клиентов. А как я показал в самом начале по карте CTR, примерно застройщик занимает с первым местом в спецразмещении и первом месте в выдаче примерно до 45% трафика, то есть 55% трафика уходит куда-то в никуда и его могут забирать уже соответственно его конкуренты. Ну и для примера как раз по поводу сайтов, то что я говорил, обычный пример показан здесь, в котором видно, что один из сайтов на котором показан выбор квартир. Самый частый запрос со стороны клиентов типа подскажите мне сколько у вас стоит минимальная двушка, однушка или студия. Вот на этом слайде, на этом примере найти быстро это нереально, потому что такой вот выбор сделан квартир. Соответственно такие сайты поэтому и показывают низкую конверсию, поэтому для рекламодателей даже выгоднее, чтобы трафик приземлялся на лендинге партнеров, потому что они конвертируются лучше и они способны больших клиентов превратить уже в покупателей, нежели обычный сайт рекламодателя. Ну и последнее возражение это разогретый аукцион, здесь я абсолютно согласен, действительно по многим запросам брендовым очень сильно разогревается аукцион, даже в недвижимости по названиям ЖК бывает так, что стоимость кликов превышает там тысячи рублей. Здесь остается только одна рекомендация, не то что запрещать партнерам, вебмастерам рекламироваться, а просто не разрешая перебивать стайки в кей рекламодателя. Таким образом аукцион не будет разогреваться и не будет подниматься стоимость клика. В системе маркеткл это можно сделать достаточно легко. Итак, а теперь давайте разберемся, когда же нужно запрещать брендовые запросы. В каких случаях? Значит первое, когда у вашего сайта конверсия пользователя высокая в действии, то есть вам не выгодно, чтобы на сайты партнеров приземлялся трафик, потому что они будут меньше конвертировать, чем ваш сайт. Вам выгоднее, чтобы весь трафик присоединялся к вам. То есть вы скорее всего по максимуму обработаете этот трафик и все что уйдет мимо вашего сайта, скорее всего это уже не ваши клиенты, ибо просто какие-то зеваки и может быть они даже в дальнейшем станут вашими клиентами. Следующий пункт, когда надо запрещать брендовые запросы, это когда ваш товар уникален и нету схожих товаров. Тут все понятно, если ваш товар уникален и он нужен, действительно нужен человеку, то в данном случае, конечно, завершать брендовые запросы надо, потому что все равно этот товар купят только у вас. Тут действительно будет происходить воровство уже таких клиентов. Следующее, это когда вы имеете большой поток клиентов, когда вам в принципе вас все устраивает и вам абсолютно по барабану, что ваши конкуренты рекламируются по вашему бренду, пускай это дело, потому что вы и так получаете достаточно большое количество заказов и вам у вас все хорошо и вас это не тревожит. Потом далее, следующий пункт, это когда у вас несколько сайтов и вы способны самостоятельно забрать все места в спецразмещении. Если у вас есть, это идеальный вариант, так надо действовать, тогда вы будете забирать максимум от рынка. Ну и последнее, когда ваш бренд не сильно раскручен, то есть ваши конкуренты в принципе не рекламируются по вашему бренду, тогда нет смысла давать еще и вашим вебмастерам рекламируются по вашему бренду. В таком случае запрещаем брендовые запросы и получаем максимум с этих запросов для себя. Соответственно тематики, в которых нужно запрещать брендовые запросы, это e-commerce, банки, юристы, медицина и так далее. А теперь рассмотрим те случаи, когда запрещать брендовые запросы не стоит. Значит, в первую очередь это когда конверсия партнерских сайтов и мастеров выше гораздо, чем ваша конверсия. Здесь, как я сказал, вам выгоднее, чтобы трафик приземлялся к ним на сайт, потому что он будет больше конвертиться. Следующий пункт, когда у вас есть необходимость защищаться от конкурентов. Если конкуренты крадут ваши заказы, то вам очень выгодно, чтобы партнеры занимали их места в выдаче и эти заказы отдавали вам. Да, вы будете платить процент определенным партнерам, но тем не менее вы не будете терять этих клиентов. Когда вам дорог каждый клиент, соответственно здесь та же самая ситуация. То есть вы хотите, когда клиентов в принципе не так много, то что происходит в недвижимости, особенно в высоких ценовых сегментах, когда вам дорог каждый клиент, когда вы готовы бороться за каждого клиента, тогда вам не надо запрещать брендовые запросы. Пускай сайты вебмастеров, а они по сути и есть ваши же сайты, будут занимать эти места и приносить вам этих клиентов. Ну и последнее, когда ваш бренд сильно раскручен. Здесь просто нет необходимости запрещать вебмастерам, потому что все равно вы будете получать этих клиентов. Итак, примеры, как здесь показано на слайде результат запрета. Две картинки. Слева показан AdWords, когда один рекламодатель, застройщик, жилой комплекс, вообще не поставил свой сайт в выдачу и запретил брендовые запросы. В итоге все четыре места заняли конкуренты и таким образом AdWords, данный застройщик, получал минимум трафика, а основной трафик забирали его конкуренты. Справа показан другой пример, когда уже защищает свою позицию рекламодатель. Да, он занял первое место в спецназмещении, однако другие места заняты конкурентами и, как я уже сказал, ошибочно полагать, что эти конкуренты не крадут ваших клиентов. Они действительно этих клиентов крадут и это нужно защищать, поэтому нужно от этого защищаться. Вот пример отсутствия запрета, то есть когда в выдаче по поисковому запросу по названию бренда жилого комплекса все сайты принадлежат данному застройщику либо вебмастерам, рекламирующим данного застройщика. Таким образом, этот застройщик по брендовым запросам получает максимум от рынка и не теряет клиентов, не передает их своим конкурентам. Итак, вывод из этого можно сделать такой, что при высокой конкурентности и при высокой стоимости сделки вам выгодно, чтобы партнеры могли размещать свои сайты по вашим брендам запросам, чтобы вы получали максимум от рынка и чтобы вы получали всех своих клиентов. На этом у меня все. Я надеюсь вам понравился материал. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Сеопульт ТВ, здесь указаны мои контактные данные, задавайте вопросы мне в личку, пишите, добавляйтесь в друзья Facebook. Всем спасибо, всем пока!